МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Гурман Ваяж. Я Роман Малиновский. Рядом со мной Юрий Мурашко. Здравствуй, Юр. Добрый день. Мы находимся, как всегда, в отеле Планерное. Но сегодня отель Планерное – это отель не в Подмосковье, а где-то в Ирландии, потому что готовить мы будем ирландскую кухню. Я прав? Да, совершенно верно. Сегодня мы постараемся приготовить тушеное мясо с овощами, с иранским пивом. Выдержите их не стиль. Для этого нам потребуется молодой картофель, мясо, говядины. Покажи, что у нас есть. Да, мясо, говядины. Затем баклажанчики. Вот баклажаны ты мне, наверное, скорее всего, поможешь порезать. Обязательно. Пожалуйста, да, они у нас помытые, чистенькие, хорошие. Мы ставим сотейничек, на нашу плиту включаем, добавляем масло. Ты уже можешь начинать пока. Юр, как режем? Значит, сначала удаляем плодоножку. Удалил я эту плодоножку-то. Да, и навязаем средним кубиком. Так, средним кубиком. Да, ты можешь посмотреть, как я нарезаю мясо, и таким же кубиком, вот таким же кубиком нарезать баклажан. Сейчас нарежем, не вопрос. Юр, это то самое блюдо, которое, в общем-то, в Ирландии называется ирландское рагу, насколько я понимаю. И имеет... Сравню-ка, сравню, какой кубик. Вот, имеет огромное количество рецептов. То есть вот то, что мы сегодня делаем, нас невозможно критиковать, если кто-то скажет, нет, они делают не настоящие ирландские рагуи. Настоящие. Самые настоящие, потому что твердой рецептуры, насколько я понимаю, нет. Сколько местностей, да, тех же самых ирландских, сколько ресторанов, везде готовят что-то свое, ну, не кардинально отличное. Вот, но тем не менее, всегда это называется ирландское рагу. В принципе, я так понимаю, чтобы было мясо и овощи, да? Да, совершенно верно, совершенно. Ну, вот масло у нас разогрело, мы добавляем мясо. Обжариваем на сильном огне. Тоже аккуратно его обжаривать, чтобы не обжаться. Перемешиваем. Да, вот этого достаточно будет, да. Добавим еще мясо. В мясо немножко маслица. Моментально разогретая сковородка, моментально мясо прихватывается. Я не знаю, видели вам, не видел. Да. Все, продолжаю, подготовлю дальше. Овощи. Не знаю, как вы, уважаемые телезрители, я первый раз услышал про ирландский рагу, а это, ну, потом это уже была книга. Сначала в моей жизни появился и фильм. В трое блоги «Не читай собаки», потом уже я начал сам читать Джерома. Принцип очень простой. Возьмите все, что у вас есть дома, положите в сковородку, да, приготовьте это, потушите. И, во-первых, у вас будет вкусное блюдо, во-вторых, вы избавитесь от всего даже лишнего, что у вас было в холодильнике или там в погребе, как в то время было. Да, ну, самое главное, я считаю, что надо просто соблюдать некую все-таки последовательность. Отталкиваться от того, что, как бы, мясо у нас дольше готовится. Значит, мы его добавляем в первую очередь. Затем у нас добавляем картофель, который готовится чуть меньше по приготовлению времени занимает. И затем мы уже добавляем овощи, которые готовятся недолго и добавляют все свои вкусовые качества, добавят в наше блюдо, придадут аромат ему. Они обменяются своими ароматными вкусами, да? Да, они смешаются. Сейчас мясо еще обжарится, уже начинаем картошечку добавлять. Второй по плотности в нашем блюде является картошка, добавляем ее второй. Да, тоже перемешиваем и оставляем на некоторое время. Один из главных ингредиентов у нас будет – это пиво. Пиво, ирландское пиво, Гиннес, да. Потому что в данном случае это тот самый момент, когда имя собственности становится нарицательным. То есть этот рецепт, как говядина в соусе Гиннес, жаркое с Гиннесом, это вот готовится во всем мире. Совершенно верно. Горячо, греется, перемешиваем. Солить сначала совсем немножко надо. Чтобы сок не выделялся. Да, чтобы сок не выделялся. Немножко посолили мы мясо и картофель. Да, чтобы картофель тоже у нас не разварился, принял форму, то есть сохранил свою форму в отношении, конечно, баклажанов, которые приобретут немножко другой вид. Но они такие, не раскиснут они у нас? Нет, они у нас немножечко раскиснут, да. Они будут тверденькие. Мы не позволим ему раскиснуть. Но так как у них все равно определенное содержание воды, у них они, конечно, приобретут немножко другой вкус. Но весь свой аромат отдадут нашему блюду. Но в данном случае рагу – это традиционное ирландское блюдо. Сейчас, как ни странно, самое распространенное блюдо в Англии, Шотландии, Ирландии – это фишн-чипс. Жареная картошка с жаренными рыбными палочками. Элементарно простое блюдо, но максимально распространенное в этих трех странах. А вот из традиционного что еще есть? Ирландское раку, да, действительно, там все знают пиво. Кофе по-ирландски. Кофе по-ирландски. Если, да я думаю, практически каждый из вас уже пробовал это и знаком с этим рецептом кофе. Это кофе с виски, с ирландским виски. В данном случае берется специальный стакан, он так и называется «Ареш кофе глаз». Давайте я попробую пальцами вот так нарисовать его форму. Вот он делается из стекла закаленного. Вот такая типа рюмки большой, высокой, да, на ножке и со стеклянной ручкой. Делается это следующим образом. Вот классический рецепт, самый оригинальный. Когда наливается чуть-чуть виски, обдается край стакана, и потом тихонечко с ложки насыпается сахар, поворачивая стакан, так, чтобы сахар, как будто вот обволакивал стенки нашего ореш кофе глаза, виски начинают испаряться, вы поджигаете пары, когда горит огонь, оплавляется сахар. Потом вы наливаете еще виски, и сверху же кофе, сверху сливки. Вот все у нас напиток готов. Получается идеальный, вкусный. Да, очень вкусный. Очень вкусный, очень интересный. Ну вот у нас мясо обжарилось с картофелем, сейчас мы добавляем баклажаны, порезанные кубиком. Давай, я тебе готов. Перемешали и добавляем пиво. Пиво будем добавлять постепенно, чтобы нам посмотреть, чтобы пиво только закрыло овощи. Сверху закрыло овощи. Юра, ну рецепт вот такой прям вот народный-народный, что называется. Кстати, традиционно, традиционно, вот в ирландском рагу использовали говядину, козлятину и даже конину. Ну вот уже наше блюдо тушится. Сейчас мы еще немножечко для цвета, даже для цвета, да, давайте добавим еще морковки. Аромат сумасшедший. Вот, морковочки возьмем, добавим. Слушай, просто так морковь здесь стоит, что ли? Да, она сыграет и цвет даст нашему блюду, придаст, и вкусовые качества. Тоже. Вот. Он такой простое, сытное. Да, вот мы вот сделаем, оставляем на 15 минут наше блюдо тушиться. В это время пока подготовим зелень. Вот, разреши, я вот подай мне, пожалуйста. Давай, я тебе все подам. Значит, мне здесь зелень мы смешиваем, возьмем лук нам потребуется. Укроп. Укропчик. Возьмем петрушечки. И вот еще отсюда мы возьмем. Что, базилик попробуем брать? И базилика, да. Веточку. Так, и это оставим. Нам еще он пригодится для подачи и украшения нашего блюда. То есть ты прямо туда сейчас во время готовки добавишь класть? Нет, ни в коем случае. Вообще зелень, вообще зелень добавляется во все блюда за 3-5 минут. Ну, чтобы она просто не потеряла ни цвета, ни аромат свой, да, иначе она просто выварится. Да, она выварится, но она выварится, почернеет и может придать блюду нашу горчинку, придать, да. Кстати, очень интересную историю я несколько лет назад тому услышал, почему ирландские пабы, да, ирландские пивные рестораны, все похожи во всех странах мира, похожи один на один, да. То есть это обязательно деревянная стойка, это эти лампы собранные, как мозаика из цветных кусочков стекла. Ну, то есть какие-то некоторые вот атрибуты абсолютно одинаковые везде. Да. Ирландцы очень разбросанная нация по миру, и смысл в том, что заходя в ирландский бар в любой стране мира, ты чувствуешь себя дома. Вот, теперь мы уже на зелень подготовлены, и теперь можно уже подготавливать грибы. Подай мне, пожалуйста. Давай. Если хочешь, я посмотрю, как ты это будешь делать, могу тебе помочь. С удовольствием. Просто? Просто вот так. Просто вот так, да. Так я знаю. Вот, все, добавляем грибочки. У меня остался еще один, последний. Сейчас, Юр. Все, добавляем. Молодец. Все. Тоже, как заправка. Финиш. Уже можно смело переодевать. Куртку мне снимать, надевать футболку, да. Все, сейчас пять минут наше блюдо постоит, и оно уже будет готово. Еще возьмем перчик, почищу. Так, я пока сервирую на стол. Острого перчика, да? Острого перчика. Замечательно. Кстати, перец, вот моя личная рекомендация, не бойтесь. Всегда берите острый перец, не бойтесь его. Попробуйте чуть-чуть, потому что из крайности в крайность может быть ситуация перетекать. Он может быть совсем не острым оказаться, а может быть таким, что прямо... Ого-го! Перемешиваю, наше блюдо уже фактически готово. Остается только добавить часть зелени, посыпав обильно наше блюдо. Вторую часть мы оставим для подачи, для украшения. А, для украшения. Острый перец. И добавляем острый перчик. Ага. Все перемешиваем. Отлично. Отлично. То есть мы не зажариваем зелень, а зашпариваем. То есть как бы даем, придаем, чтобы... Сейчас аромат, чтобы раскрылся у нас. Упоительно. Так, остается небольшой штрих. Ну, я наше зелень. А меня ты пока украшаешь все? У меня тут есть тот самый секретный ингредиент любого ирландского стола, о котором я вам сказал, что обязательно расскажу. Это ирландский виски. Считается, что изначально этот рецепт придумал сам святой Патрик. Ну что, наше блюдо готово. Для аппетиту... Незабываемый вкус. И закусим. Так, пробуем. Так. У меня вкуснее, бери. Подождите, пожалуйста. Еще подождать. Пока я все съем. Пока я все съешь, да. Нет, друзья мои, так долго ждать не будем. Юра, спасибо огромное. Вы запомнили этот рецепт? Обязательно приготовьте это. Если не хотите делать сами, приезжайте в отель Планерное. Юрий Морошко делает это вот безукоризненно. Сейчас выключаем камеру, мы продолжаем. Есть с вами была программа «Гурман Ваяж». Я Роман Малиновский. Мойте руки перед видой. Юра, спасибо. Пожалуйста. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова